Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Недавно мы сделали люля-кебаб. Ну, как недавно, уже достаточно давно поделились секретами люля-кебаба. Самый главный секрет люля-кебаба, это естественно, как сделать так, чтобы во время жарки он не сваливался. Сейчас я повторю то, что я говорил в предыдущем видео, но очень много наших подписчиков и гостей, особенно с Кавказа, начали комментировать, что люля-кебаб делается только из баранины, что вот вообще мы делали там из свинины, из говядины пробовали, с свиным жиром, с бараньим жиром, что это все неправильно, что мясо надо резать, что люля-кебаб только из баранины и курдючного жира. Но могу оппонировать, на том же Кавказе очень часто можно кушать очень вкусный люля-кебаб, например, из курицы, люля-кебаб из картошки. В каких-то странах делают, ну, конечно, не люля-кебаб, а кебабчики там всякие и делают даже из свинины. Но мы живем в Украине, поэтому стараемся, конечно, делать вкусные, качественные блюда кавказские. Но на тот момент не было у нас баранины, сделали из свинины. Сейчас, друзья, мы сделаем люля-кебаб из курицы. Замечательное блюдо, тоже с кавказским вкусом. Я считаю, что это исключительно кавказское блюдо, собственно говоря. Ну и что, что он не из баранины, из курицы? В Тбилиси, в Азербайджане, ну, в смысле, в Грузии, в Азербайджане, в Армении, везде в ресторанах есть люля-кебаб из курицы. Поэтому у нас тоже будет. И самый главный наш секрет, как сделать так, чтобы люля-кебаб из курицы при жарке не сварился. В первую очередь, нам надо мясо перемолоть. Да, можно его порубить топориками, но я считаю, что это неадекватные совершенно трудозатраты. Поэтому мы берем самую мелкую решетку для мясорубки, которая у нас есть, и перемалываем наше мяско. Вначале его порежем. О пропорциях. Для того, чтобы приготовить люля-кебаб, нам надо на килограмм мяса взять 300 грамм жира. И идеальный для люля-кебаб жир – это курдючный жир. Это вот такой вот хвостик курдючного барана. Но, я думаю, и в Российской Федерации, и в Украине на рынках курдючный жир продается. Купить его достаточно просто. Но мы обычно привозим его из Кавказа. Итак, друзья, перекрутим наш фаршик. Очень важно, чтобы ножи вашей мясорубки были хорошенько заточены. Чтобы она не давила мясо, не выдавливала из него сок, а именно рубила. Потому что вот на этом этапе, если мясорубка тупая и выдавит из мяса сок, то это может нам немножко подпортить картинку. Перекрутили мясо, и я приглашаю Ларису на почетное, так сказать, занятие порезать лучок. Потому что лучок надо порезать очень мелко. Мне не хватает на это ни силы, ни терпения. Итак, для того, чтобы приготовить ля-кебаб, нам надо порезать лук. На килограмм мяса надо взять две луковицы. Так как мы готовим из меньшего количества, то есть у нас там где-то 500 грамм мяса, где-то грамм 150 сала, мы взяли одну луковицу. Вот. И режем ее очень-очень мелко. И пока Лариса режет, сейчас покажет нам как, я расскажу, что нам еще понадобится. Нам понадобится пучок кинзы. Чем больше вы любите кинзу, тем больше веточек можете брать. Ну вот мы взяли, видите, такое количество, как лежит на тарелочке. Где-то, не знаю, веточек 15-20 кинзы. Помимо этого, нам понадобится пол столовой ложки кинзы молотой, 5 грамм соли и пол столовой... Ой, извиняюсь, 15... На килограмм. Ну, на килограмм, да, это ж мы на полкило. 15 грамм соли и пол столовой ложки перца. Либо черного, либо красного. Все зависит от того, насколько острый вы любите ля-кебаб и вообще, насколько острую вы любите кухню. Я люблю очень острый, поэтому мы берем красный перец чили. В принципе, можно черный. И количество можно варьировать. Соль также можно варьировать, потому что, ну, естественно, у каждого свои вкусы. Кто-то любит очень соленое, кто-то любит вообще не соленое. Поэтому соль вообще не панацея. Вот сухая, сушеная молотая кинза обязательно нужна. И зеленая кинза обязательно нужна. Из этих двух ингредиентов классический вкус ля-кебаба мы не получим. И кинза вообще это самая главная травка. Вот если у нас там в средней полосе укроп и петрушка, то на Кавказе самая главная, ну, как это сказать, самая главная зелень это кинза. Они ее используют практически везде. И настолько мне нравится ее вкус. И теперь, как бы, по поводу секрета. Что надо сделать для того, чтобы ля-кебаб при жарке не сваливался, друзья? Все очень-очень просто. Фарш надо очень хорошо вымесить. И, как видите, мы приготовили планетарный миксер. На Кавказе часто это делают руками. Но руками это делать долго и сложно. Также, если нет планетарного миксера, можно использовать обычный бытовой миксер. В комплекте обычно идут насадки для взбивания и насадки для замешивания теста. Вот, если будем использовать насадки, если вы делаете с обычным бытовым миксером, то будем использовать насадки для замешивания теста. И, как бы, вот именно от того, как вымешан и отбит фарш, зависит целостность будущего ля-кебаба. Если этого не сделать, какой бы хороший фарш не был, свалится он практически наверняка. Ну, или будет пытаться свалиться, вы его будете ловить, переворачивать. В результате часть свалится, часть не свалится, но удовольствие будет испорчено. Очень мелко режем кинзу вместе с луком. Давай сделаем маленький перерыв. Ты плачешь? Хорошо, делаем перерывы. Лариса поплачет. Лариса наплакалась. И приступим, так сказать, к главной процедуре. Ну, главной перед жаркой. Отправляем в наш фарш нарезанный лук, зелень. И специи. Надо тебе ложечка? Нет. Для специй не надо? Нет, так само все ложечко. После этого фарш надо тщательно перемешать с помощью миксера. Мешать будем минут 5. Минимум. Ну, минимум, да. Минимум. Если вы используете ручной миксер, то берете, складываете все в мысочку и начинаете ручным миксером мешать. Перемешали наш фарш. Сейчас покажем, какой консистенции он получился. Вот это называется вымесить до белых волокон. И действительно, мясо становится волокнистое. В нем проявляются именно волокна, белковые волокна. Посмотрите, друзья, как это выглядит. Сейчас сфокусируемся на этом. Вот так вот. Видите, то есть он совершенно однородный и он стал очень-очень липкий, этот фарш. И теперь еще одна процедура. Надо мяско отбить. Собираем его в кучку. И делаем вот такие вот странные манипуляции. Это делается для того, чтобы удалить пузырьки воздуха из тела фарша. Ну и уплотнить его. У нас получается такая красивая котлетка. И после этого, друзья, помещаем нашу котлетку на созревание в холодильник минимум на час. Максимума нету, можно поместить и на 3, на 4 часа. Вот час в день. Жарить мы будем вечером. Поэтому мы его помещаем до вечера в холодильник. Но минимум на час фарш надо поместить на созревание. После этого, друзья, мы вам покажем, как слепить лилия кебабы и как их правильно пожарить. Наш фаршик отдохнул. И сейчас покажем вам, как налепить лилия кебабы. Лариса взяла мысочку с холодной водой и руки смачивает перед тем, как начинать лепить. Руки смачивает в холодной воде. Формует... Мышь ближе сюда немножко. Формует вот такую вот колбаску. И обратите внимание, мы используем шампура чуть шире обычного. В принципе, если нет таких шампуров, можно использовать и обычные. Но если вы любите лилия кебаб, лучше обзавестись такими широкими шампурами. Если вы замечали, в принципе, лилия кебаб везде жарят именно на широких шампурах. И вот такими вот движениями формирует саму колбаску. Наша задача сформировать колбаску, чтобы она была примерно одинаковой толщины с двух сторон шампура. То есть, чтобы она не была так, что с одной стороны больше фарша, а с другой стороны меньше. И немножко плоскую такую. Кончики колбаски немножко как бы защипываем. Опять-таки смачиваем руки. и формируем следующий. Фарш очень хорошо лепится за счет того, что мы его хорошо вымесили, отбили, плюс дали фаршу отдохнуть. Он реально очень-очень липкий. В это время я подготовил угли. Для лилия кебаба, как и для любого шашлыка, лучше всего использовать фруктовую древесину. И угли должны быть хорошо прогоревшие, но не остывшие. Сейчас мы вам покажем. Лариса будет долепливать еще один лилия кебаб, а я пойду подготовлю мангл. Готовы. И, как видите, никакого огня нет. Угли немножко покрыты такой светлой золой. И вот как раз сейчас время ставить наши лилия кебабы. Обжаривать мы их будем быстро. Лилия кебаб жарится очень быстро. Буквально 5 минут. Ну и, естественно, его нельзя оставлять без присмотра, потому что до готовности он доходит тоже быстро. Через 30 секунд перевернем. Как видите, с одной стороны уже прихватилось. И обжариваем с другой стороны. Жар можно регулировать вот такой вот штучкой. А пахалом, если нам надо поддать жара, просто немножко раздуем угли, и температура сразу же возрастает. И камера покрывается толстым слоем пепла. С этой стороны уже начали румяниться. Переворачиваем на другую сторону. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...